Привет всем, кто заглянул на этот канал. В этом видео собрал для вас подборку игр типа героев. В неё входят полноценные клиентские игры, так что смотрите, выбирайте, играйте и не забывайте про лайк и комментарий. И пока вы пишите комментарий, я пожалуй начну. Брейвленд. Игра в стиле пошаговой стратегии, где тебе предстоит помочь главному герою стать могущественным воином. Всё дело в том, что с твоей деревней случилась беда, которую понесла за собой потери жителей. Теперь тебе необходимо встать на путь завоевания, чтобы истребить всю вражескую силу и спасти родной дом. Для того, чтобы прийти к поставленной цели, тебе много придётся учиться, постепенно усовершенствовать свои навыки и улучшая боевую систему. Ты возглавишь небольшую армию, которая постепенно станет самой могущественной на земле. В своей команде будут лучники, солдаты, рыцари и лекари. Каждый из членов команды будет обладать уникальными способностями и умениями боевых действий, поэтому тебе нужно тщательно их развивать. Ошибок будет масса, и из-за них ты сможешь потерять своих солдат. Поэтому старайся подходить к каждому сопротивлению с умом и применением смекалки. Графика в игре очень приятная. Боевая система отлично продумана, что порадует многочисленных поклонников. Blackguards 2. Отличное продолжение игры в жанре прошаговой стратегии, где также нашли своё место элементы ролевого жанра. Здесь имеется острый сюжет, развитие которого напрямую будет зависеть от твоих действий и принятых решений. Будь готов встречать на каждом этапе насилие, жестокость, преступления, а также вступать в кровопролитные схватки со своими безумными противниками. Здесь у тебя будет возможность самостоятельно выбирать стиль игры, где ты сможешь стать отважным воином ближнего боя, точным стрелком дальнего, либо вовсе обрести в своей голове магические знания, а затем с помощью заклинаний устранить всех, кто посмеет встать на твоём пути. Помни, что каждое твоё действие будет иметь определённые последствия. Ты можешь создавать своего персонажа, а затем заняться его развитием в том или ином направлении. Здесь выбор остаётся только за тобой. Старайся быть максимально сосредоточенным, так как смертельная опасность может настись в себя за каждым углом. Ты сидишь в темнице, сбежать из которой практически невозможно, но ты должен постараться сделать всё, чтобы выбраться из этого злополучного места, а затем спасти окружающий мир от угрозы уничтожения. Серия игр Kings Bounty – это ролевая приключенческая игра с примесью стратегий и тактических пошаговых сражений. На сегодняшний день серия включает в себя целых 5 игр. Огромный игровой мир, в котором каждая локация представлена уникальным биомом. Море сражений с различными врагами, длинная сюжетная линия, объединяющая все 5 игр, десятки увлекательных заданий, опасные миссии, враги, от которых иной раз пробирает дрожь. Всё это ещё далеко не полный перечень того, что ждёт тебя в серии игр Kings Bounty. Что же до самой серии, в её состав вошли 5 игр. Так первым делом вас будет ждать легенда о рыцаре, в котором вам придётся создать воина-мага или паладина и отправиться в длинное путешествие за сокровищами. Ещё будут ждать игра под названием «Принцесса в доспехах», в которой вам в роли Амели придётся отправиться в путешествие по миру Тианы на поиски прославленного рыцаря. Дополнение «Перекрёстки миров» позволит вам пройти сразу две сюжетные кампании, участвуя в сражениях на арене и защищая корону. Ещё вы можете сразиться с армией восставших из могил мертвецов в части, получившей название «Воин севера» и погрузиться в сражение в последней, заключительной части серии, получившей приставку «Тёмная сторона». Что до игрового процесса, так он от первой до последней игры представляет одни и те же механики, за исключением лишь минимальных изменений и новшеств. Так вы будете бродить по огромному фэнтезийному миру, сможете сразиться с гномами и орками, узнаете секреты этого мира и сразитесь за корону. Путешествия по подземельям здешнего мира и не только. А ещё вас ждут эпические пошаговые сражения с многочисленными врагами, в ходе которых вы получите опыт и откроете доступ к десяткам новых умений. Disciples Liberation – игровой проект, разработанный в жанре тактической РПГ, где мы погружаемся в мрачную атмосферу мира фэнтези. Ты отправляешься в мир квестов и пошаговых боёв с коварными оппонентами, где нужно действовать не только быстро, но и продуманно. Займись исследованием многочисленных локаций, добывая ценные ресурсы и заполняя боевой арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор любому, даже самому сильному противнику. Главный герой будет определён тобой, к той или иной фракции, от чего будет зависеть дальнейший стиль игры. Также стоит не забывать о том, что каждое принятое тобой решение и совершённое действие будет иметь последствия. Прояви смекалку, навыки тактического планирования, а также не забывай развивать силу, которая поможет одолеть любую преграду. Погружаясь в непредсказуемый сюжет, раскрывай покрытые пеленой мрака тайны и дай отпор всем, кто посмеет встать на твоём пути. Общая атмосфера позволит каждому стать полноценной частью приключения за счёт крутой рисовки и звуковых эффектов. Age of Wonders 3 Игровой проект, который точно понравится всем любителям пошаговых стратегий. Данная игра стала известна на весь мир, потому что скучать точно не придётся. Ты отправишься в мир фэнтези, где будешь разрабатывать собственный выигрышный стратегический план. Геймплей обладает сложностью в своём исполнении, что сделает прохождение намного интереснее. Новая часть порадует поклонников невероятной графикой и приятной анимацией, а также динамичностью процесса. Более того, разработчики сделали большой вклад в развитие сюжетной линии, которая отличается своей нелинейностью и может поразить неожиданными поворотами, где тебе придётся включать ловкость и смекалку. Улучшения и переработка также коснулись и интерфейса. Расы теперь стали обладать определённого рода классами, где ты сможешь сделать своего героя по своему усмотрению, назначив ему умения и характеристики. Именно заданные тобой характеристики повлияют на дальнейшую судьбу персонажа и развитие в той или иной сфере деятельности. Эадор Империум. Крутое в своём исполнении и тщательно продуманное дополнение к оригинальной игре, которая также содержит массу улучшений и функционала. Тебя ждёт огромный мир графика, которая завораживает. Также может порадовать динамика и механика, которые также понесли за собой уникальные модификации. Кроме всего прочего, были добавлены 4 уникальных героя, каждый из которых обладает собственными навыками ведения боя. Ты попадаешь в огромный мир, где имеется улучшенная карта, и каждый её кусочек тебе представляется возможность исследовать, находя постепенную массу полезных предметов и орудия убийств. Первая часть игры покорила сердца миллионов людей, а вторая часть сделана ещё лучше, что не может не радовать. Тебя ждёт режим увлекательной кампании, где тебе необходимо одолеть ряд препятствий ради сохранения собственной жизни. Участвуй в сложных тактических боях, применяя собственный план действий. House Reborn – это пошаговая тактическая стратегия, в которой вам придётся отправиться на просторы фэнтезийного мира и поучаствовать в эпических сражениях между величайшими волшебниками. События игры происходят в необычном фэнтезийном мире, переполненном магией, волшебниками, магическими, мистическими существами и не только. Но этот мир не так уж и дружелюбен. Волшебники и самые могущественные маги схлестнулись в битве между собой, и теперь вы должны будете принять в ней участие вместе с ними. Отправляйтесь в бой, соберите могущественных существ и постарайтесь выжить. Несмотря на то, что игра с виду похожа на типичную стратегию с видом сверху и пошаговыми сражениями, на самом деле она таковой не является. Да, тут имеются пошаговые сражения, магия и ролевая система прокачки персонажей. Но плюс к этому, тут вас ждет и продвинутая тактическая система, и тонны предметов, которыми можно прокачивать главных героев и многое-многое другое. Взяв под свой контроль могущественного волшебника, вы должны будете отправиться в эпическое приключение. Но в одиночку сражаться было бы глупо, так что придется собрать отряд могущественных существ. В вашем распоряжении будет более двух десятков таких существ, включая драконов, гоблинов и не только. Все они уникальны и каждый обладает своими уникальными способностями и навыками. Плюс их еще можно и прокачивать. События Shields of Loyalty развиваются в мрачном фэнтезийном мире Монтария. Под вашим командованием находятся несколько небольших армий. Солдаты с уникальными способностями и аурами. Можно повышать уровень отрядов, давая им возможность стать более сильнее и опытнее. Исследуйте область, чтобы собрать ценные ресурсы и артефакты, способные усилить характеристики воинов. Освободив героев древних воинов, используйте магическую силу и ауру, чтобы наносить сокрушительный урон по врагам. Открывая способности отрядов, применяйте их навыки, чтобы сражаться с армией нежити. Небольшие отряды можно формировать в большие, чтобы был шанс противостоять могущественным существам, обладающим огромной силой. Используйте местность в стратегических целях и выживайте в процедурно сгенерированной среде. Присутствует динамическая смена погодных условий. Возникают дожди, молнии, бури, падают метеориты и тому подобное. Погода может стать как союзником, так и врагом. Все зависит лишь от рандома и щепотки удачи. Warhammer Age of Sigma Storm Grown. Пошаговый стратегический проект, оснащенный динамическими сражениями с коварными оппонентами и непредсказуемыми событиями, полными тайн и загадок. Исполни роль отважного героя и отправляйся на встречу приключения, создавая самую могущественную армию мира. Отправляйся исследовать земли, изучать локации, добывать ценные ресурсы и увеличивать свои шансы на победу над врагом. Развивая собственную армию, открывая новые предметы и расширяя возможности, заполняя боевой арсенал мощным оружием и атрибутами защиты. Нужно быть максимально внимательным, чтобы суметь предугадать действия оппонентов. А для этого нам понадобятся навыки стратегического планирования. Мы окунемся в атмосферу фэнтези и посетим удивительный мир, жителями которого являются бессмертные рыцари, летающие на звездных змеях и сражающиеся за безопасность своих земель. Погружаясь в эту атмосферу с головой, будь готов сделать все, чтобы добиться успеха и создать самую непреодолимую армию мира. Tactical Monsters Rumble Arena Это многопользовательская стратегия, в ней есть тактические пошаговые поединки. Можно вручную отдавать приказы юнитам или включать автобой. Бойцы передвигаются по гексам, такие шестигранники на поле боя. Они делятся на стрелков, воинов ближнего боя и магов. Солдаты различаются между собой внешним видом, степенью редкости, пассивными и активными умениями, также характеристиками. Первыми ходят создания с наиболее высокой инициативой. Есть возможность пропустить свой ход, чтобы в следующем раунде походить дважды. Своих подопечных можно прокачивать. Также в проекте имеются элементы коллекционных карточных игр. Сюжет рассказывает о вторжении монстров на землю. Причиной их появления стала попытка доктора Уилтера создать портал на Марс. В игре можно собирать армию чудищ. Бестиарий представлен детищем Франкенштейна, мумий, грифонов, медузой, призначным самураем Нобу, укуном и другими существами. Поскольку тайтл пришел на ПК со смартфонов, то эти создания здесь выпадают из сундуков. Для любителей сингла есть режим приключений. Это компания, которая состоит из четырех глав. В ней необходимо коллекционировать чудищ, сражаться против ботов и зарабатывать опыт с валютой. Геймеры могут объединяться в кланы и обменяться картами, необходимыми для улучшения юнитов. Есть ежедневные задания и различные ивенты, вроде рейдов на боссов. Помимо этого, тут есть дополнительные развлечения. Например, партизанская война, поля сражений и защита шахт. Эти забавы позволяют игрокам отточить всю свою тактику. Братва, честно говоря, каким бы ни был объемным топ игр, похожих на героев, такой глубокий и разношерсткий жанр им не ограничивается. Пишите в комментариях о том, какие игры, по вашему мнению, были упущены. Будет интересно почитать. Ну а на этом вроде как все. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!